Уже сейчас в республике установилась жаркая погода, а по прогнозам синоптиков май побьет температурные рекорды. Оперативные службы переведены в повышенную готовность. С 1 мая в регионе будет действовать особый противопожарный режим. Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах, лесах и на водных объектах сегодня обсуждали в Доме правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. С наступлением весны обстановка с пожарами резко обострилась. Несмотря на предупреждения сотрудников МЧС, люди сжигают сухостой и мусор. Нередко это приводит к серьезным ЧП и человеческим жертвам. Самое страшное, именно из-за пала травы в этом году мы потеряли на пожаре 3 человека. Трое еще находятся в больнице, двое в тяжелом состоянии. И поэтому ситуация, видим, что творится в целом по России, за Байкале и так далее. Но с этих примеров надо делать выводы. Хотел бы призвать всех граждан, которые на территории Чувасской республики находятся, гости, которые сюда приезжают, в эти праздничные дни, выходные дни быть максимально осмотрительным, осторожным, бдительным и ни в коем разе не подвергать себя, близких, окружающих к бедствиям и всем остальным последствиям от этих чрезвычайных ситуаций и происшествий. В республике из-за пала сухой травы и мусора уже произошло более 170 пожаров. Крупное ЧП сегодня ликвидировали вблизи Цивильска. Площадь горящего поля раскинулась на сотни метров. На днях по этой причине сгорели жилые дома в деревне Дмитриевка Канажского района. Глава региона отметил, что ЧП необходимо предупреждать. Профилактика выходит на первый план. И здесь многое зависит от муниципальных властей. У вас, управленская команда, еще главы сельских поселений, старосты, вовлечь надо всех в эту работу. Иначе мы, по факту, будем иметь в этом году статистику очень нехорошую. Если на самом деле не работают, то надо сказать, соответственно, эти люди не работают. Просто на словах говорят одно, а на деле мероприятие, которое предписано в наших директивах, не выполняется. Почему? Потому что нет исполнительской дисциплины. В мае в республике будут введены ограничения при посещении лесов. К началу пожароопасного сезона готовят технику. Полностью подготовлен к работе 61 пожарный автомобиль, 26 лесопатрульных комплексов, 25 колесных и 4 лесопожарных трактора. В 2019 году за счет средств от конца бюджета также планируется обеспечить организацию системы видеомониторинга с целью раннего обнаружения лесных пожаров на общую сумму 1-2 миллион рублей. На особом контроле и подготовка к пожароопасному периоду природных заповедников. Порядка 70 километров минерализированных полос, обустройство противопожарных дорог, 38 километров просеки, 12 километров, водоемы, шлагбаумы, содержание ПХС, установка предупредительных знаков. В прошлом году была проведена большая работа. Сейчас порядка 90 процентов границ заповедника железной дороги будут окружены подобного рода минерализированной полосой. Водительность не теряя, отрабатывали по своему функционалу все эти мероприятия, которые предписаны. Это прямые функциональные обязанности, взаимодействие со всеми органами. Еще одна задача – обеспечить безопасность людей на водных объектах. Инспекторов МЧС волнует зона проходного канала Чебоксарской ГЭС. Только в июне 2018 года, в начале оккупального сезона, в одном и том же месте подходного канала Чебоксарской ГЭС мы имели гибель двух человек. Я рекомендовал бы управление ГОИЧС города Новочебоксарск вместе с руководством поисково-спасательной службы внимательно отслеживать изменения гидрометеоусловий. В районе подходного канала мы установили забор из сетки равицы и в районе пляжа также сейчас определили три участка, провели рыночную оценку и дополнительно их выставили на аукцион. Примите все меры, давайте, значит. Управляйте вручном режиме. Еще одно поручение главы региона – привести в порядок пруды и оборудовать места для комфортного отдыха по всем правилам безопасности. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика.